ну замечательно если звук раз звук есть значит дышу ну вот я психотерапевт александр данилин до сих пор ведущий частный прием которым как я надеюсь можно будет почитать на бегущей строке внизу экрана от чего я делаю я все время пытаюсь разобраться в том что с нами происходит и в частности я хочу выразить свою искреннюю благодарность тем кто сегодня с нами тут в прямом эфире по той простой причине что мундиаль чемпионат мира и сегодня ажиотажный матч наши играют с египтянами и на улицах толпы яркого народа и хочу я сказать что обижу всех конечно что чемпионат мира совсем не обязательно в плохом смысле и все эти яркие фигуры дикие крики землетрясения от подпрыгиваний в мексике это в общем истерические симптомы то есть такие необходимые в общем в жизни проявления истерии почему истерии ну потому что любое яркое красное красочное зрелище которое в общем по большому счету ничего не дает ни уму ни сердцу кроме одного что она дает ну она дает истерическую конверсию или истерический покров потому что мы это в нашей стране сегодня просто явно видно под ярким праздничным зрелищем под своего рода карнавалом под спортивными страстями скрываем вытесняем конвертируем накопившиеся личные и социальные проблемы не случайно же да это совершенно истерический механизм правда механизм вытеснения фрейдовского не случайно же совершенно именно в дни чемпионата мира прямо вместе с началом объявляют о повышении пенсионного возраста как бы потому что праздник огромное количество радостного или там скорбящего по поводу проигрыша народа оно как бы дает возможность вытеснить забыть о происходящих проблемах как сказал бы фрейд создатель учения на истерии в общем принято во всем мире кроме как у нас ну как бы мы же издеваться над этим привыкли это попытка конвертировать проблемы внутренние личные в радость и и вообще футбол я много раз говорил что для меня это игра сексуальная представьте себе образ сперматозоидами дюжина здоровущих мужиков красавцев вот ногами загоняют мяч в вагину в ворота да они конкурируют за эту самую вагину и народ кончает то есть следует взрыв следует взрыв как бы дикого крика болельщиков такая своеобразная имитация оргазма поскольку истерия ну по крайней мере для фрейда психологов неврологов 20 века и нынешнего это в основе своей сексуальная проблема ну и тем кто не любит футбол в общем я не люблю футбол тут побывав вот в центре в местах моей юности которые просто залиты разноцветными болельщиками все равно ты как-то ну если ты нормальный живой человек ты отдаешься этой радости этому как бы азарту это с одной стороны а с другой стороны ну тут кто не любит футбол тот либо вытесняет проблемы как-то по-своему либо учится сам себя осознавать это и есть некоторая дилемма дилемма доктора да как бы или мы учимся как бы понимать себя и учимся преодолевать вытеснения как заповедовал фрейд или мы ищем всякие разные способы для вытеснения яркие праздничные демонстративные здравствуйте не могу воспроизвести алё 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 да здрасте я думал что это самое важно написано что просто звонить и да ну и мы вас слушаем тут много народу или вы один тут народу какое-то количество есть не могу сказать что много но потом это все все равно будет на ю тубе так что народ сможет смотреть ладно классно но я на самом деле послушать хотел я с вами тогда были на встрече но если это вы хотя бы голос водилы вот ночью интересного там что-то рассказывали хорошо спасибо слушайте все работает звонки у нас загадочные но skype как вы видите работает и поэтому вселенную как было бы здорово вратарь контрацептив пишет пеллина да да ну как бы вы можете сами развить эту метафору если вы задумаетесь она несомненно права вообще поговорить в одной передаче я бы может быть и не стал обижать мундиаль хотя я совершенно его не обижаю по-моему как бы это здорово и спортивные праздники не омраченная политика но хочу я сказать что суть то в общем не в этом суть заключается в том что есть очень разные представления ну точнее спектр целых представлений об истерии и завожу-то я этот разговор потому что мне как всегда очень обидно за то что еще в году в годы моего ученичества чтобы вы понимали на самом деле отечественная психиатрия не очень то есть у нас слова очень сильно расходятся с делом поэтому ну в общем уже меня учили что никакой истерии не бывает и что это все разные варианты шизофрении почему ну потому что на самом деле одно из главных истерических проявлений это неспособность сделать выбор выбор амбивалентность и амбитендентность когда две противоположные тенденции человеку внутренне кажутся одинаковыми ну вот стало быть у него два начала и на самом деле это схизис то есть первые признаки шизофрении так так учили меня и несмотря на то что я в общем водил учителей к себе клиническое отделение и показывал вот вот девушка стоит в истерической дуге мне говорили эту самую обычную психиатрическую стандартную фразу тут будет все равно шизофрении и тут для меня очень важно просто сказать что психологические трудности преодоления различных кризисных этапов в жизни как человека так и общества которые в общем называют истерии задумываться о них мы не хотим и не умеем и я как всегда просто хочу дать какой-то лишний повод задуматься кому ну наверное хорошо если меня посмотрят родители нынешних подростков потому что истерические проявления сегодня становятся все более и более яркими ну вот наверное начинать надо сначала в начале был само понятие истерия или истерический невроз его суть описанная фрейдом с виду достаточно проста кубик пишет а истерический припадок у женщин снимается энергичными шарениями по телу вы имеете ввиду сексуальными приставаниями шарения какие на самом деле нет да вот нет только усиливается потому что самый универсальный самый лучший способ борьбы с истерическими проявлениями самого разного рода вот подростков до взрослых людей заключается в том чтобы обращать на них как можно меньше внимания и тогда приступы в общем рано или поздно проходит вот есть у нас эрзалай вот истерик нарциссы психопат с неврозом навязчивости так не бывает именно поэтому когда человек приводит набор диагнозов чаще всего все ограничивается одним то бишь той самой истерии которых на которой мы поговорим сегодня а вот о навязчивости которые считаются прямо противоположным обсессивным дискурсом потому что так как в общем в нашей медицине обсессивный и истерический дискурс культуры то есть истерическое и навязчивое обсессивное содержание культуры обсуждать не принято у нас диагнозы принято ставить то зато эти дискурсы очень широко обсуждаются культурологами лингвистами которые охотно пользуются психоаналитической терминологией и ничего удивительного в этом нет поскольку она действительно позволяет ну если не все то хотя бы что-то понять как бы я хочу сказать одну такую штуку вот там скажем нельзя кубик объять необъятно и нельзя сказать что например все случаи экзорцизма это столкновение с истерическим дискурсом хотя бывает такое на самом деле батюшка в церкви который экзорцизмом занимается будет все равно понимать все по-своему не так как мы с вами например сейчас обсуждаем ну вот давайте попробуем начать сначала я тут обнаружил у себя между прочим вот прямо портрет загадочная статуэтка может кто-то поможет из тех кто посмотрит видео не знаю как показать чтобы она была видна это видимо что-то тантрическое это по происхождению не знаю все тоже происхождение непал тибет видите такая вагина вот вагина с этой амбивалентностью и амбитендентностью с двумя сторонами из которых нельзя сделать выбор вот я не знаю да в каких ритуалах она используется используется ли вообще но вот как символ меня почему-то очень устраивает давайте вы наверное все 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 знаете но я попробую все таки коротко вспомнить что такое главное почему так важен для понимания процессов социальных и процессов которые происходят в культуре истерический дискурс в первую очередь потому что суть фрейдовского описания заключается в том что нанесенная человеку психическая травма вытесняется и конвертируется трансформируется то есть человек пытается забыть травматические обстоятельства психологическая травма психическая травма конечно имеет имеется ввиду как бы чем-то ее покрывает как мы еще раз повторюсь футболом а потом конвертируется вообще это тоже такое конверсия удивительное слово которое означает трансформацию вообще в том числе как бы между прочим в некотором противоположном смысле когда-то греки использовали это слово конверсию как просветление да как преобразование в высшую сферу фрейд конечно говорил о преобразовании вниз то есть о том что некая психическая травма преобразуется в некое подобие соматического симптома истерия да великий симулянт решительно всех болезней чаще всего среди них встречаются паралич или порез различных частей тела а не менее и неспособность говорить мутизм истерическая слепота или глухота застывание всего тела так называемое это очень важно я перечисляю потому что не помнят об этом коллеги психиатры и для меня это ужасно потому что большая часть тех кататонических расстройств которые ставят диагнозах на самом деле особенно в молодом возрасте оказывается псевдо кататонии истерическим замиранием на месте потому что почему потому что человек не в силах сделать выбор между реальностью и собственными фантазиями в этом главная суть да кубик истерии греческого и переводится как матка гистер как бы и поэтому для меня вот эта штучка которую я все время показываю она почти идеальный портрет не тантрической практики мне неизвестно если кто-нибудь знает откуда такие загадочные супер модернистские вещи появляются в непале и на тибете то напишите как бы и и вот это вот психическая травма она может преобразовываться давайте я дальше перечислил различные тики заикание там странную походку на шатающиеся головные боли анестезию или гиперчувствительность кожных покровах пищи спазм хроническую рвоту истерическую беременность очень частый между прочим случая и знаменитый случай такой анны о описанный со автором фрейдом брейером и в общем так без конца и без кая однако у как бы сказал лакан у истерической истерического застывания это старинные рисунки еще из клиники ширко есть некий текст на самом деле воспроизводимый симптом оказывается метафорой той травмы которую человек переживает метафорой и и и и и его его или ее психического состояния ну наверное надо просто некуда деваться все это в черне фрейд описал еще в конце девятнадцатого века это книга так называлась очерки по истерии вот случай такой тоже знаменитый например с невралгией лицевого нерва цитирую пытаясь воспроизвести травмирующую сцену пациентка погрузилась в далекое прошлое во время серьезных душевных переживаний вызванных сложными отношениями с мужем и рассказала об одном разговоре с ним о некоем замечании с его стороны которое она воспринимала как тяжкую обиду причем она вдруг схватилась рукой за щеку закричала громко от боли и сказала это было все равно что удар удар по лицу при этом боль боль кончилась и приступ завершился нет сомнений что речь идет о символизации она чувствовала себя так как будто ее на самом деле ударили по лицу или непрерывно били по лицу ощущение удара по лицу вытесненное воспоминание превратилось невралгию тройничного нерва есть там три работы насчитываются главных у фрейда связанных с истерией он писал о ней очень много и в более позднем описание такого случая доры это знаменитый случай и это случай истерической немоты а не менее связано это было с ее отношениями с неким господином к вот этот господин к периодически уезжал и когда он уезжал она немела почему ну потому что говорить время его отсутствие было вообще ни к чему и не с кем зато она полностью сохраняла способность писать и широко им пользовалась потому что писала господину к длинные и не очень внятные письма вот то есть ее немота была метафорой почему я вспоминаю одну из наших программ по поводу мастера и маргарита я назвал не с кем поговорить вот в отсутствие господина к говорить было как бы не с кем все остальные для нее не существовали и она метафорически передавала это немотой когда к ней обращались она правда не могла формулировать слов да и делала только движение как будто делала усилия говорить обратите внимание почему я привожу эти два случая ну их традиционно приводит не один и как бы хочу вам сказать что господин к будучи насколько я помню старше пациентки ни в коем случае не наносил ей психическую травму он очень хорошо к ней относился и вовсе не подозревал о ее любви собственно как бы как не подозревал о ней и она сама стремясь сохранить как бы воображаемые отношения и вот здесь начинается и вот здесь начинается как бы самое интересное по той простой причине что этого мы упорно не хотим понимать почему-то что вообще говоря истерическая травма та самая травма которую человек вытесняет и которую он может там как-то компенсировать подпрыгиваниями на футболе например или вокруг него она очень часто бывает воображаемой более того она собственно почти всегда есть воображаем ну может быть многие из вас кто читал чем-нибудь про психоанализ помнят что фрейд особенно в начале своего творчества придавал огромную роль так называемой первичной сцене то есть сексуальному контакту между родителями и я немножко упрощаю но в общем двадцатым годам у него по этому поводу развелись метафизические сомнения честное слово потому что когда фрейд начал расшифровывать вот эти вот метафоры вот эти ассоциативные цепочки которые приводили к телесным высказываниям типа параличей тиков глухоты немоты то он писал правда не в книгах описал своему коллеге что эти сцены которые он скрывал они оказывались как русские матрешки спрятаны одна в другую и как бы не было никакой возможности свести эту сцену к реальному присутствию ребенка при родительском совокуплении кроме того он конечно был же честным человек и проводил самоанализ и вот говоря о естественной возможной естественной как бы истерической стадии развития нарциссической стадии вот все время там у нас один из участников форума все обзывает себя нарциссом так вот что это собственно говоря такое это означает что по фрейду и по некоторым его последователям в частности по его собственной дочери суть дела заключается в том что где-то в районе шести лет старше пяти лет то есть вот в этом дошкольном периоде между формированием фаллической стадии и латентный человек проходит стадию нарциссическую он обнаруживает в качестве сексуального объекта самого себя и это связано с формированием как бы почти необходимого у мальчиков и практически всегда чуть реже встречающегося у девочек анонизма то есть самонаслаждение что такое найти именно фрейд вот замечательно по моему тому же брейеру писал в письме о самоанализе он писал о том что господи боже мой удивительная вещь как бы я обнаружил что в анонизме нас четверо воображаемые я мой идеальный объект моя мечта дело в том что с моей мечтой вот прямо так с мечтой нельзя заниматься сексом она почти недоступна и еще двое ну естественно я телесный который доставляет себе удовольствие и я и столь же телесный телесный вариант воображаемого объекта так вот если вы задумаетесь то вы поймете что на самом деле кроме вот этого телесного меня который занимается анонизма все остальные объекты воображаемые нарциссическая стадия такая стадия любви к себе она по всей видимости является необходимой дошкольной стадией потому что ну правда нельзя вступить в общение с другими без без хотя бы некоторого опыта любви к себе но любовь к себе порождает множит возводит в квадрат огромное количество воображаемых образов и поэтому у дошкольника эти воображаемые образы цветут и пахнут а дальше конечно все это возникает вместе со всеми воспоминаниями и в том числе воображаемыми же травматическими сценами в подростковом возрасте то есть в возрасте становления собственно сексуальных отношений как бы и тут если как фрейд что является очень полезным но к сожалению величайшему как бы не очень многие на это способны давайте я подчеркнул особенно в истерические времена мы себе не очень представляем насколько у современного молодого человека у подростков которыми порой наши дети остаются надолго до мы как-то уже обсуждали хотя надо наверное отдельно абсолютно поговорить о вот феноменах которые в японии называют хихикамори насколько важна фантазия особенно во времена виртуальности когда вот тут прямо передо мной лежит целый мир образов и я использую их для создания собственных фантазий которые практически считаю реальностью дело в том что человек должен научиться понимать свою чувственность на разных примерах на самых разных я имею в виду вовсе не американские уроки анонизма которые когда-то в 80-х годах ставили такие эксперименты в школах я имею в виду что человек должен научиться понимать свою чувственность в школе во время латентного периода между вот этим самым нарциссическим и сексуальным когда чувственную роль начинают играть интеллект знания они должны сформировать ну правильное направление мысли они должны сформировать отсутствие страха перед реальностью но они этого не формируют по той простой причине что предметы которые как бы в школе ну должны формировать направленность чувственности на реальность ну я имею в виду литературу в первую очередь она же рассказывает о взаимоотношениях человека и реальности я имею в виду между прочим и физкультуру тоже и музыкальное образование которые направлены на развитие чувственности и которые в общем ну давайте так сегодня с этим страстным желанием сдать тесты типа ЭГЭ абсолютно исчезли они как бы в общем не преподаются если только не находятся какие-то герои учителя и поэтому человек в том числе и поэтому в общем вместо формирования каких-то реальных отношений очень легко остается на нарциссической стадии реальности и на нарциссической стадии взаимоотношений с реальностью и чувственностью тогда-то и появляются огромное и разнообразное количество всевозможных истерических симптомов и переживаний и самое ужасное что их ну коллеги психиатры либо сразу назовут шизофренией либо даже если не назовут шизофренией будут лечить как шизофренией однако человек собственные галлюцинации и в первую очередь сексуальные галлюцинации в подростковом возрасте не имея ни опыта ни практик вот этого мысленного как бы этого анализа реальности которые он должен был получить в латентном периоде развития человек начинает придумывать себе травматические обстоятельства он начинает мы говорили об этом придумывать себе самые разные неудачи в том числе и сексуальные не имея никакого опыта ну кроме разумеется как во все времена общение со своими сверстниками вот это все уж простите меня эрза и лай как только человек начинает все это перечислять панические атаки сейчас боюсь цифру 3 потом бухал истерик нарциссы психопат с неврозом навязчивости так сразу видно что все психические травмы которые у истериков находятся в общем так или иначе связаны с реальностью у вас связаны с вашим воображением нет я сейчас уж простите я конечно не буду пытаться лечить я буду пытаться объяснять что это самое воображение начинает восприниматься как реальность и хотя существует в психопатологии понятие истерических галлюцинаций так называемые галлюцинации воображения БРЖ то в этом коллеги психиатры все равно видят расколы внутреннего я и вместо это понимание что же все таки такого что же все таки такое нарциссизм почему подросток не имеет опыта общения с реальностью и воображает себе ну вот наверное тоже нужно поговорить отдельно о психофармак психофармакологическом поколении детей сбросили мне тут ссылку на материал ВКонтакте и вот из этого материала он называется психодети как появились и живет ВКонтакте поколение психофармакологии ну не могу сказать что мне очень понравился материал он беззубый какой-то но дело не в этом это отдельно огромная тема ну вот я про вот пост некого марселя штурмана 17 лет я транс первые диагнозы которые мне поставили депрессия невроз агорофобия и социофобия положили в местные ПНД в Уфе где было просто отвратное отношение врача и лечение мне становилось стабильно хуже обострились галлюцинации а врач говорил что я все выдумываю в день выписки я поехал к новому врачу она внимательно выслушала мои проблемы диагноз шизофрения потом мы пошли к новому психиатру и та поставила синдром Аспергера скорректировала лечение но оно было совсем неэффективно и я вернулся к прошлому недавно я пришел еще к одному психиатру она назначила мне неулептил который отрубил мне способность думать и дышать психиатр сказала что у меня еще диссоциативное расстройство личности и психоз сейчас мне стабильно хуже обострились все расстройства и появилась паранойя мания преследования анорексия в общем дальше читать не буду хочу сказать следующую вещь все эти диагнозы это ответ на воображаемые травмы я могу тут каждую наверное ступень расшифровывать просто я не очень уверен что стоит делать что такое социофобия у Марселя который об этом пишет ну это боязнь того что воображаемое общество в любом случае его не примет и не поймет его исключительность и уникальность которую он в себе чувствует за счет нарциссического периода но словами никак объяснить не может потому что великие воображаемые трудности русской литературы он в общем не проходил в лучшем случае пробегал и потому что ну никаких других механизмов которые могли бы объяснить что такое реальное общество и почему его не стоит бояться в общем найти не смогли примерно то же самое означает порождает у него и депрессию все усилия бессмысленны потому что они в любом случае кончатся неудачей неизвестно почему потому что я должен быть самым лучшим я боюсь что я сейчас начну повторять видео которое у нас есть на канале которое называется почему мы сходим с ума если вы не знаете этого дискурса то попробуйте его посмотреть но самое страшное что кучу наркотиков разрешенных которую ему вот эти разные врачи назначили начали назначать видимо не в 17 лет когда он пишет это письмо а гораздо раньше либо существенно затруднили уже либо сделали невозможным вот это то что делал фрейд раскручивание этих матрешек которые вложены одна в другую матрешек воображаемых переживаний и страх как бы ну как может бояться например и отказываться даже во взрослом возрасте от сексуального контакта юноша или девушка которые никогда подобных контактов не имели только на основе некоторых воображаемых страхов они боятся некого несуществующего сексуального унижения то есть сексуальной неудачи которая как бы практически всегда является мнимой я вот не знаю как сейчас обстоят дела но где-то с год назад я ну по крайней мере несколько лет назад у меня была была целая эпидемия воображаемых гомосексуалистов это когда молодые люди обоего пола приходили к выводу что они гомосексуалисты не имея никаких сексуальных контактов вообще вот это все вот это все то о чем пишет резова и депрессия в подростковой среде неврозы агорофобии социофобии это истерические переживания это переживание воображаемые травмы как реальности как с этим можно бороться ну собственно говоря я уже объяснил про уроки литературы с этим можно бороться когда человек начинает размышлять об описанных в бесконечной мировой литературе людях которые ну как бы жили так как он и переживали вот эти самые трудности становления которые фрейд и психоаналитики описывают этими умными словами фиксация на нарциссическом этапе вместо этого культура предлагает разные способы вытеснения то бишь забытья и конечно же психотропное лечение лечение антипсихотическими препаратами в таких ситуациях становится одной из самых популярных форм вытеснения почему вытеснения то есть почему самых популярных ну потому что это легче всего выпить таблетку и забыться таблетка помогает вытеснению собственно соматических истерических симптомов я имею ввиду афонии эмутизма псевдокататонии в общем не так и много почему потому что вся культура все вот это все о чем мы в общем говорили общество спектакля гидебора симуляк рыбодрияра с точки зрения слова истерия говорят о том что все наше общество занято вытеснением реальных проблем мы можем выпить стакан наестся антидепрессантов принять антипсихотическое лекарство накуриться марихуаны употреблять наркотики все это позволит вытеснить как реальные социальные так и выдуманные самим собой травмы и тогда вот тогда резалай только тогда все это станет похоже на обсессивный дискурс потому что как только ты трезвеешь или отменяешь лекарства или заканчивается чемпионат мира по футболу естественно все все вот эти проблемы неумение пережить навалится снова и со страшной силой а все эти вот весь этот набор слов шизофрения депрессия невроз агорофобия социофобия они окажутся теми самыми способами истерического вытеснения собственной проблемы а проблема главная культурная проблема если хотите истерического дискурса она упрется в то что человек все все время будет путать реальное и воображаемое он не захочет участвовать в реальных жизненных процессах по той простой причине что в воображении они выглядят ужасно чем будет прикрываться ну какими-нибудь обязательно яркими и страстными мечтами чем-нибудь таким это же вот все это вот разбитое сердце любовь и смерть оно подростковое и существует воображение и позволяет эффективно вытеснять ну вытеснять это значит не избавляться от травмы даже от воображаемой ведь от воображаемой травмы может избавить только реальность точно так же как от реальности можно на время избавиться с помощью воображения ну как бы о футболе все время о футболе у нас огромное количество проблем социальных экономических психологических невротических и мы пытаемся конечно же сбежать в яркий разноцветный демонстративный истерический мир даже в воспоминаниях потому что у старшего поколения истерическое создание пытается вытеснить современность и заменить ее таким покровом воспоминаний о золотых брежневских временах хотя в общем наверное наверное да ведь нынешнее поколение также ностальгически вспоминает бандитские девяностые я хочу сказать что это тоже способ вытеснения мы просто не помним той патологической тусклости серости сталинско-брежневской россии мы помним что-то такое что было хорошим для нас чем мы с помощью чего мы можем вытеснуть вытеснить выпихнуть на периферию наши собственные проблемы ну а сегодняшняя культура оглянитесь вокруг в своих городах она носит принципиально истерический характер да она эти проблемы вытесняет потребностью в яркости переживаний причем чем более критические времена существуют или текут сегодня тем больше яркости требуется человеку для того чтобы вытеснить и стараться не думать о реальных проблемах и не участвовать в них ограничиться своим собственным воображением вот это вот ограничение своего своим собственным воображением истерические фантазии очень часто называем творчеством почему я говорю об этом со скептицизмом потому что это такие яркие пятнышки которые мы пытаемся создать а я всегда вспоминаю не знаю знаете ли вы ее миру лохвицкую это такая поэтесса конца 19 века прочно забытая и потом как бы ну как бы подруга северянина игоря северянина и в памяти остался их страстный роман с бальмонтом и такой как отдельная притча но дело собственно говоря не в этом дело в том что по поэзии и по творчеству это всегда можно заметить о том что Россия в данном случае Россия переживает тяжкий социальный кризис который ей надо каким-то образом вытеснить и бешеная просто бешеная популярность забытая и северянина и миры лохвицкой в начале 20 века она была вот этим самым предощущением нарастания внутреннего кризиса общества увеличение числа и реальных и если хотите воображаемых проблем ну просто напомню что такое истерическое творчество для меня для меня это как бы очень субъективные вещи на пестром ковре ароматных цветов при трепетном свете луны уснул он под лепет немолчный листов под говор хрустальной волны но вдруг притаился шумливый ручей замолк очарованный лес он видит качели из лунных лучей спускаются тихо с небес он видит с улыбкой на ясном лице в одежде воздушной как дым вся светлая в дивно блестящем венце склонилась фея над ним мой мальчик садись на качели ко мне нам весело будет вдвоем вздымаясь все выше к сребристой луне мы в лунное царство порхнем земную печаль и невзгоды забудь страдания неведомо мне головкой кудрявой склонись мне на грудь и счастью отдайся вполне ты слышишь ли шепот лапзания и смех до невидимых лир то к нам приближается царство утех мой лунный серебряный мир хотел он проснуться но чудного сна он чары рассеять не мог а фея звала его страсти полна в свой тайный волшебный черток и долго качалась и пела над ним когда ж заолелся восток она унеслась к небесам голубым на грудь его бросив цветок я не издеваюсь интерес к мире лахвитской девяностых годах ожил сейчас по моему опять как-то ее вспоминают редко ну вот вам пример да способа разноцветного вытеснения каких-то внутренних проблем мечтательные томительные в общем подростковые вот эти самые нарциссические стихи но вся проблема в том что и лахвитская тоже молодые люди готовы жить либо так либо никак а все остальное это психическая травма и поэтому как бы творчество превращается в такую я не знаю в такой сексуальный цветочек она унеслась к небесам глубин на грудь его бросив цветок как бы что-то такое мечта о рыцаре рыцаре берга ой ричарда берга простите как-то мне и и ни в коем случае не меньше и в общем совершенно не интересно и не важно что там у него под доспехами лишь бы был рыцарь а все остальное кроме вот этого полета с феей это загруз трудности сложности и как ни странно вот эта простая вещь порождает дикое разнообразие всех диагнозов поскольку вот это то что вы видите на экране воспринимается как реальность а реальность увы с ее трудностями проблемами и болью воспринимается как нечто принципиально травмирующее это в общем и есть современная истерическая позиция и корень всех болезней и рассказывать надо конечно об этом наверное подробнее и сложнее но я боюсь что я свое время на сегодня уже исчерпал как бы что самое главное ну самое главное наверное понять уже наконец снова как миролахвитская ведь эти стихи написаны в середине девяностых годов девятнадцатого века собственно говоря ровно тогда когда фрейд писал свои главные труды по истерии нам бы снова коллеги уважаемые вернуться к понятию истерического невроза снова задуматься о галлюцинациях воображения и родителям бы понять что как только детям назначают таблетки это снова только усиливает механизм вытеснения а еще что наверное то что фрейд с брейером включали в понятие истерия мы сегодня именуем просто глупостью неспособностью думать о своих чувствах неспособностью организовывать свои мысли и в общем наверное я потому так и не популярен и не буду уже никогда при своей жизни о да главное вовремя над собой посмеяться популярен по той простой причине что я все время зову к чему-то прямо противоположному ну или по крайней мере к сочетанию вот там гол на чемпионате мира по футболу забили стоит наверное сейчас дрожь земли которая отсюда не слышно но кроме этого кроме бесконечных механизмов вытеснений кроме бесконечных зрелищ должно еще быть время для того чтобы мы вместе задумались в том числе и о словах которые между прочим составляют одну из основ или главных проблем двадцатого века вот нельзя понять историю развития кино например без понимания того что такое истерия и как невроз и как социальный дискурс и как конверсия нужно в конце концов научиться какому-то другому преображению кроме истерического ну вот все наверное спасибо всем кто пришел место футбола герои спокойной ночи все все и все и все и все